всем привет и сегодня у нас будет очень нестандартное видео так как мы покажем в первый раз как мы делаем всю инсталляцию весь наш процесс самого начала до самого конца буквально начале этого года 2021 поступил заказ сделать комплекс работ а именно на летней площадке в одном из очень прекрасных загородных лагерей там проводятся свадьбы детские молодежные подростковые лагеря и там нужно было сделать на летней площадке комплекс работ это звук свет и экран ну понятное дело мы начали работу мы проложили все коммуникации и клиент перенес часть работ на следующий год то есть звук и экран но в этом году они захотели поставить свет так как вечером особенно когда свадьбы либо какие-то мероприятия вообще там плохо видно поэтому мы сделали полностью от а до я свет но а звук и экран я думаю мы снимем видео потом когда мы закончим это в следующем году но весь процесс как мы начали прокладывать кабели а также как мы сделали полностью комплекс на свет мы сегодня вам покажем но перед этим у меня есть очень хорошая новость если вам нужна помощь приобретении музыкального оборудования консультации инсталляции мы всегда вам будем рады в этом помочь все контакты описании также не забудьте подписаться на нашу инстаграм страничку также ссылка в описании мы там показываем свои работы ну и там много всего интересного ну что ж поехали ну а сейчас ребята мы перенесемся в прошлое тогда когда еще не было этой красоты не было зашито панелями деревянными потолок не были покрашены еще фермы когда только только прокладывались коммуникации мы перенесемся в прошлое и вы увидите с чего мы начинаем свою работу мы сейчас приехали на объект вот хочу рассказать чем я занимаюсь по сути да в то время как не могу снимать видео и вообще один из наших объектов вообще этот объект очень такая красивая церковь этом уже делали звук как-то и делал видео на своем канале вы можете посмотреть я хочу показать какую работу мы сейчас делаем очень интересная потому что ну это реально нестандартная работа и какие решения мы там приняли итак у нас здесь такой навес и вот мы с максом сюда как обычно приехали будем заканчивать уже некоторые вещи закладные первую очередь да у нас мы видим здесь сцена и тут нужно было вывести кабель к от микшерного пульта который будет находиться вот здесь здесь у нас находится весь пучок кабелей здесь у нас вот вы видите много витых пар это к экрану лет который в будущем будет там монтироваться все погодный здесь также витые пары к микшерному пульту и dmx кабелей для света сейчас подробно и покажу что куда приходят здесь поднимается по колонии сейчас мы будем монтаж на чуть менять здесь все таки ну она будет зашиваться все деревом но все-таки заказчик решил здесь будет вырезаться отверстие кабель весь будет до в этой трубе потом она все по ферме идет туда ну и сейчас покажу у нас вот здесь здесь будет висеть очень красивая черная ферма милос до 1 и здесь будет нас фронтовой свет и сзади у нас там будет контровик тоже находиться 40 сантиметров от стены тоже будет ферма черная тоже и вот здесь вот один кабель уже видно есть и там еще один кабель и сейчас наша задача стоит мы даже с собой привезли вот у нас есть шпильки да и вот эти шпильки мы будем приваривать к этим фермам да будет 6 шпилек на одну ферму ферма будет шириной 8 метров вот здесь по этим перекладинам у нас здесь будут приварены шпильки мы приварим шпильки и потом когда приедут фермы они сейчас делаются на заказ так уже ребята выглядит приваренный шпильки также у нас вот видите везде выходит страховка а потом будем страховать ну и здесь тоже dmx кабель заходит и сейчас мы вывариваем уже делаем страховки на задней линии на контровике знаете ребята что самое обидно что буквально на следующий день эти шпильки все нам срезали почему потому что они мешали деревянщикам которые подшивают потолок но самое обидно то что они не позвонили не сказали ребята они нам мешают давайте что-то придумаем либо не просто не полностью срезать а частично срезать их они просто полностью срезали и мы случайно заехали дотянуть еще один кабель и увидели что шпилек уже нету было очень обидно и знаете это говорит об одном то что не налажен процесс работы бывают очень классные объекты и зачастую нет человека который бы держал бы все на одном плане в одном проекте могу сказать здесь одно здесь второе то ты приезжаешь электрики то отрезали либо светильники висят в этом месте ты рисуешь ты показываешь разметку где что будет но все равно бывают сбои но это стройка это нормально но главное всегда находить выход а он всегда есть хорошо от нас идет сцена да мы вывели кабель 1 то что я говорил свет один сюда один сюда и также один у нас выходит где-то здесь здесь да у нас выходит еще один свет dmx кабель для того чтобы можно было потом подключить приборы которые будут на полу у нас будет сплиттер там стоять и в принципе все основное оборудование будет там сюда у нас заходят все кабели весь этот пучок особенно витой пары все сюда заходит но самое интересное мы решили сюда ставить все таки не активные акустические системы а пассивные почему потому что когда будет здесь допустим какие-то мероприятия и на ночь акустические системы прятать не будут ну и активные акустические системы при повышенной влажности здесь вы видим дали сок такой то им будет капец через какое-то время поэтому лучше поставить в таком до месте пассивные акустические системы у нас здесь будет скорее всего стоять электровой с рэкс серии до сап топ и мы приняли решение здесь она будет и под навесом и не будет занимать спереди у нас место и они будут потом прятаться а те акустические системы от нас идут выводы вот у нас идут выводы и они заходят в комнату которая находится за этой стенкой я сейчас там покажу здесь у нас вывод на топ на сап у нас здесь будет панелька 2 спекона втыкнул 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 в топ сап и все в принципе отлично также у нас здесь будет панель капот да эти кабели это для стыч бокса также для там я не знаю мы резервные несколько штук забросили на всякий случай ну и здесь у нас сверху заходит три кабеля под экран сюда вот здесь где-то будет экран потом висеть и у нас три кабеля сюда на всякий случай вообще два кабеля хватает обычно при таком размере экрана то есть мы забросили 3 всегда если есть возможность забросить один лишний кабель это лучше потому что мало ли чего захотят потом управлять по данте либо больше экран повесить потом передумают поэтому всегда лучше страховаться ну и сейчас покажу еще один момент как мы решили нас тоже спереди будут стоять мониторы и как бы кабель ложить здесь например в трубе выводить туда будет затекать вода также если сделать панельку на сцене как обычно кто-то наступит сломает и все это ж улица тем более здесь надо все делать усиленно и мы приняли решение когда перед стяжкой вот мы залили трубы она потом обрежется эта труба и просто с торца сцены она еще плитка будет заложиться с торца сцены будет выходить кабель который будет просто подключаться в монитор то есть очень удобное решение сбоку в принципе потом мы купим может какую-то заглушку сделаем заглушку через которую будет выходить кабель ну что ж пошли посмотрим в комнатку в которой у нас будут стоят усилители которого приходят это все кстати трубу использовали в которой кабели все тут у нас все залито в стяжке для полива это очень удобно и такие вот переходнички кстати это переходнички это электрики а трубы такие для того чтобы ну проходить можно было иногда пример если какой-то кабель со временем перебьется эта улица до перемерзнет либо сломается либо еще что-то просто припаивается кабель сюда и вытягивается с той стороны то есть мы специально сделали уголки такие под 90 градусов любой кабель со временем можно будет заменить вот у нас приходят два топа два саба и два монитора здесь будет в углу стоит рек с усилителями то есть здесь комнатка закрытая то есть тут еще будет зашиваться все это очень хорошо то есть усилители будут максимально защищены от влаги от дождя а все остальное будет там поэтому где-то так вы могли видеть всю работу которую мы сделали по прокладке кабелей но сейчас мы возвращаемся в нынешнее время когда мы уже закончили подвесы ферм когда мы повесили свет и сейчас очень важный этап настройка и вы также сможете увидеть как мы настраиваем какие иногда проблемы у нас тоже случаются поэтому переносимся в то время когда мы уже финализируем вывешивание и настройку нашего света сейчас уже тут лёша у нас программирует пульт и как бы дано патчет все у нас пилот двухтысячный стандартный кстати сделали вот такой интересный кейс под заказ сразу клиентам это у нас плитер идет вот такой кейсик да с переноской совсем столик тоже мы делали это вообще стойка клавишная плюс столешню сделали ну чтобы сразу можно было клиентам этим управлять и она была транспортабельно как мы сделали хитрости ну да то здесь выходят все кабели переноска плюс dmx 3 кабеля заходит туда как раз сейчас идет дождь и допустим человек где-то отошел чтоб сюда не попадала вода влага тому подобное ну и если надо снять крышечку просто открываете это все вынимается снимается ее так отложится также хотел показать здесь у нас стоит сплиттер нам делали на заказ его здесь три выхода закоммутирован сплиттер с пультом ну и здесь переносочка езда боком лежит то есть можно еще не знаю зарядить телефон тому подобное то есть это мы сами разработали из эту досочку нам сделали ну и стойку от клавиш который опускается но это минимальная по ширине но также ее можно опустить еще ниже аж сюда и можно поднять то есть реально очень удобно что можно работать как и стоя так и сидя с этим пультом но у нас все заходит вот так вот сюда здесь три детки конечно приходят и вот наш блок коммутационный у нас единственное было всех крышечек сейчас потом приедут мы еще сделаем заглушки и да такие резиновые чтоб потом можно было закрывать и сюда не попадала влага и тому подобное здесь у нас до 6 зернетов ских входов до для чего для стычбокса три штуки у нас идет на всякий случай и на лад экран который будет будущем устанавливаться и так вот да здесь сверху 3 и здесь 3 ну а это у нас для dmx кабеля у нас вообще идет сплиттер мы здесь решили поставить у нас идет первая линия света до вторая линия света там и третья выходит на сцене ну если будущем захотят ставить приборы на сцене сейчас мы будем использовать только две линии 1 2 и как бы для чего мы проложили три линии можно было в принципе все параллельно закоммутировать но вдруг если что-то на этапе строки перебилось либо еще что-то у нас всегда есть возможность со второй фирмы перебросить на первую с первой на вторую также где-то опуститься либо подняться то есть лучше когда есть несколько кабелей для страховки ну дальше сейчас перейду у нас вот здесь фермы мы установили черный милош вообще изначально у нас мы приварили шпильки потом когда монтировали доски не мешали они по отрывали их мы все-таки положили поперечные металлические трубы профильные тоже двухмиллиметровые квадратные да и уже к ним крепились как бы идет так сверху тогда труба 1 2 3 лежит на металле и на как бы держит ферму для этой нагрузки в принципе нормально плюс у нас на каждой точке здесь раз два три есть страховки 3 страховки на ферму как бы до чтобы мало ли чего где-то что-то лопнет либо морозы либо кто-то повесить что-то больше чем нужно у нас мы можем видеть даже там есть от страховки висят также весь свет мы вешаем на страховке здесь у нас мы видим до 2 больше по бокам эта планка сейчас будет сниматься но временно просто ставилась здесь еще будет 4 заливочных прожектора робе они сейчас едут вот это единственное мы сегодня не установим здесь будет установлено 4 прожектора которые будут делать заливку для контровика мы тоже выбрали такие планки айпишные ну и головы на 4 штуки здесь и 2 здесь понятное дело что можно было и больше повесить но для тех задач которые здесь нужно этого достаточно но сейчас макс там монтирует все что мне не нравится да как бы не нравится то что мы здесь выводили кабели под звук вот здесь вот нам просто тупо обрезали трубу вместе с кабелем и во первых мне не нравится какая форма или плиточники здесь вот эту трубу можно было более аккуратно сделать почему мы так выводили я для того чтобы влага туда не попадал он здесь на сделали резетки я думаю может быть надо было так сделать но проблема в том что во первых как бы если будет зимой заметать снег она будет попадать но для 220 вольт это не так страшно как для грубо говоря микрофонного кабеля здесь открывается да мы видим здесь открывается но здесь по центру уже не открываются мы но вроде бы симпатно выглядеть но из-за песка уже все эти панельки уже их надо отку вырывать отсюда я даже уже не могу пальцем даже поднять уже все они уже намертво тут стоят при том всем что месяц назад сделали это все уже все развесили все подключили единственно у нас оказалось что два кабеля было битых они были в комплекте неплохие но оказались что биты ну и сейчас мы программируем эти планки воши тоже занимательно как бы сейчас лёша будет программировать будет делать какие-то готовые программы и уже будем сдавать сегодня заказчику свет но выглядит неплохо единственное мы хотели расположить вот эти планки в один ряд но не смогли так как по расстоянию подходит все влазит но из-за сварных до перемычек не все планки влазит плюс нам надо было уместить воши то есть это максимально как мы смогли сделать и если присмотреться не идеально все ровно висит то есть там есть чуть смещение вправо влево планах и воши еще причина 2 потому что здесь ферма 7 метров и то здесь 4 метра идет здесь три метра поэтому получается так что но не идеально равномерно развешивается но мы выкрутились и в целом смотрится неплохо ну что ж мы уже закончили да мы уже подключили настроили пульт так тут есть несколько уже записанных программ для простоты управления чтобы практически каждый мог этим управлять ну и вот если посмотреть ну это так чисто сейчас простенькая программка зеленый цвет бегущие головы также сейчас пока мы ждем робе заливочный свет у нас два воши работают как заливка белый свет сюда понятное дело немножко недостаточно но это лучше чем ничего и еще будут 4 прожектора поэтому будет очень хорошо работу мы уже сдаем единственное что когда еще доделаем рабешки думаю сниму как финальная картинка выглядит ну что ж вы могли видеть весь спектр работ которые мы делали от самого начала до самого конца понятное дело что мы показывали только фрагменты не всю работу потому что не всегда была возможность снимать видео время а также очень часто ты приезжаешь на объект тебе нужно привести какие-то шпильки болтики трос еще что то нет времени заниматься этим но основную информацию мы вам показали также вы не могли видеть на тех видео как уже смонтирован свет роба но вы сейчас можете увидеть жаль что я сам не присутствовал не мог снять видео прокомментировать все почему потому что я был в этом время в другом месте ребята сами заканчивали там тоже был казус кто-то сбил адреса там приезжали какие-то ребята на заезд в лагерь они сбили все адреса на всех приборах приходилось заново прописывать все адреса довесить робе отстроить все отлично единственное что мы поняли лучше было повесить туда 6 либо 8 робе но бюджет тогда был бы очень космический вряд ли бы клиент согласился но для тех задач которые нужны для свадеб для каких-то лагерях минимальный такой комплект вообще супер понятное дело можно было бы еще до весить бимов спотов стробоскопы хейзеры тому подобные вещи но бюджет был не космичный то есть был ограничен бюджет а также для тех задач которые нужно мы сделали реально очень неплохо я считаю поэтому где-то так ну что же ребята всем спасибо кто смотрел это видео до скорых встреч пока